Здравствуйте! Вы смотрите 7 канал в студии Алена Мальцева. Сейчас о главных событиях в стране и мире за сегодняшний день. Президент Украины Петр Порошенко передал вооруженным силам страны реконструированную бронетехнику и самолеты системы вооружения. Это более 100 единиц техники. Глава государства вручил сертификаты на 203-мм и 122-мм самоходные гаубичные комплексы, 82-мм автоматические гранатометы, штурмовые винтовки «Форд», 2МИГ-29 и 2СУ-27. Боевики продолжают обстреливать украинских военных. В результате в зоне АТО ранения получил один военнослужащий. Продолжается переброска войск из России. За последнюю дабу в зоне антитеррористической операции зафиксовано увеличение количества оружейных провокаций и обстрелов с боку боевиков. Кроме стрелецкой оружей террористы используют против позиций силы АТО, танки и артиллерию. Украинские военнослужащие на провокации не отвечают, но в случае прямой загрозы жизни наших военнослужащих террористы получают адекватную ответственность. Так, в районе населениях пунктов Гранитный и Старогнатевка Донецкой области украинские военнослужащие успешно отбили пробу военнослужащего нападу. Боевики также продолжают совершать перекидания с Российской Федерации на территорию Украины живой силы и военнослужащие техники. Зафиксировано пересувание российских военнослужащих контрактной службы, замаскованных под местных боевиков, так называемых «ополченцев». Кроме того, за данными разведки, в районе населенного пункта Тельманово было здействовано перемещение боевиков, одягненных в украинскую военнослужащую форму нового образца. Это может свидетельствовать о подготовке очередных провокаций. Встреча в нормандском формате на уровне политдиректоров началась в Берлине. В ней принимают участие представители Украины, России, Германии и Франции. Они обсудят ситуацию в нашем государстве. В частности, вопросы, связанные с реализацией минских договоренностей. Ожидается, что стороны будут говорить и о подготовке будущих контактов на различных уровнях. Во Львов на Рождество приехали 30 детей из Донецкой области. Прибыли по приглашению в сопровождении бойцов Нацгвардии. Детей примут в семьях неравнодушных львовян. В зависимости от Схида, Захида. Но мы будем видеть, что оно. У нас тоже традиции, но, конечно, не такие, как у вас. Мы просто не очень поддерживаемся их. Мы приняли решение ехать. А что нам бояться? Мы на своей земле, на Украине. Мы пишем о нашей земле. Любим. Тем временем синоптики сообщают, на Рождество украинцев ждет резкое похолодание. 7-8 января в Украине температура воздуха снизится до минус 26 градусов мороза. Но не во всех регионах. Об этом сообщил директор Укргидрометцентра Николай Кульбеда. По словам главного синоптика страны, в ночные часы температура понизится до 15-20 градусов, а в дневные – до 5-10. На востоке и северо-востоке Украины самая низкая температура может достигать 25-26 градусов мороза. При этом Кульбеда уточнил, похолодание будет кратковременным. Уже с 9 января температура начнет повышаться. Сильных снегопадов при этом не ожидается. В столице Йемена Сани прогремел второй за сутки мощный взрыв. Очевидцы сообщают о трех раненых. Взрыв повредил здание, которое принадлежит военизированной группировке Ансар-Аллах. В нее входят повстанцы хуситы, являющиеся шиитами. Они контролируют обширные йеменские территории и считаются главными противниками боевиков сунита, включая йеменское крыло Аль-Каиды. Сразу после взрыва хуситы оцепили место происшествия. Обстановка в Йемене накалилась после того, как еще в сентябре хуситы взяли под контроль Сану и продвинулись в центральные и западные части страны. За этим последовали ожесточенные бои с Аль-Каидой на Аравийском полуострове. На прошлой неделе Аль-Каида осуществила несколько терактов против хуситов. Один произошел 31 декабря. Тогда бомба взорвалась в людном месте, убив 26 человек. Еще один взрыв произошел 4 января возле жилого дома в городе Дамари. Погибло 4 человека, 25 получили ранения. Власти Австралии объявили эвакуацию 40 тысяч человек из-за лесных пожаров. Огонь уже добрался к пригороду одного из крупнейших городов страны – Аделаиды. Огнем уничтожено около трех десятков домов, и столько же человек госпитализированы с отравлением продуктами горения. В тушении принимают участие около двух тысяч человек, полтора десятка самолетов и вертолетов. Многие местные жители были вынуждены бежать. Я просто хочу вернуться домой и защищать его. Это ужасно, как страшный сон. Нам, к сожалению, не позволили приблизиться к дому, чтобы что-то спасти. Мы потеряли все. На пути огня оказался частный приют для кенгуру. Его хозяйка пожертвовала своим домом ради питомцев. Когда они прибыли, мой дом был в огне. Но я сказала им не тушить его, а спасать моих животных. Спасали не только кенгуру. Пожарный нашел у дороги коалу, которая очень хотела пить. Спасатели говорят, пожар не смогут локализовать еще несколько дней. Эти пожары уже называют самыми крупными на зеленом континенте за последние 30 лет. В индонезийский город Сурабая продолжают привозить тела жертв крушения самолета «Эразия» в Яванском море. В ходе поисковой операции из воды удалось извлечь 34 тела. Всего на борту авиалайнера было 162 человека. Останки девяти жертв уже идентифицированы. Их передали родственникам. Семьями погибших работают психологи-добровольцы из индонезийского отделения Красного Креста. В поисковой операции участвуют девять кораблей из четырех стран. В 90 морских милях от берега найдены пять больших фрагментов самолета. Крупнейший из них – 18 метров. Предполагается, что основная часть корпуса лайнера лежит на глубине 30 метров. Пока до него не могут добраться из-за погодных условий. Напомню, самолет вылетел из Сурабая в Сингапур 28 декабря и упал в море через 40 минут после взлета. Точные причины крушения пока неизвестны. Черные ящики еще не найдены. Одна из версий – авиалайнер упал из-за плохой погоды. Стоимость нефти упала ниже 55 долларов впервые с мая 2009 года. Сейчас январские фьючерсы на марку «Брент» – 54 доллара 58 центов за баррель, а «АВТА» – 51 доллар 25 центов. На фоне падения цены на нефть продолжилась девальвация российского рубля. Напомню, чуть ранее Центробанку удалось укрепить национальную валюту благодаря интервенции. Сейчас же за 1 доллар на бирже дают 59 рублей 80 копеек, а за евро – 71 рубль. По мнению аналитиков, причиной обвала стоимости нефти стали избыточные запасы черного золота на фоне ослабления спроса на продукт. Крупная японская сеть ресторанов суши снова стала обладательницей новогоднего тунца. На первом в 2015 году аукционе в Токио она приобрела самую дорогую и большую рыбу. За голубого тунца весом в 180 килограммов заплатили 37,5 тысяч долларов. Это означает, что один килограмм деликатеса обошелся в 208 долларов. Но эта цена оказалась намного ниже, чем в прошлом году. Тогда за килограмм такой рыбы отдали 266 долларов. Первый тунец считается счастливым. Поймали его у берегов префектуры Аомори на севере Японии. Владелец ресторана радуется очередной победе. Первого тунца ему удается купить уже третий год подряд. Как ожидается, кусочком аппетитной рыбы смогут насладиться около тысячи посетителей сети ресторанов. За нежное мясо голубой тунец считается в Японии деликатесом. Однако в последние годы его продажи упали за аварию на Фукусиме. В 2012 году в калифорнийских водах выловили тунцов, в которых был повышенный уровень радиации. Как выяснили ученые, рыбы подверглись радиоактивному загрязнению у японских берегов. Мешает продажам и дискуссия о введении квот или полном запрете на вылов голубого тунца. Его популяция упала до исторического минимума. Это были главные события жизни мира и Украины на сегодня. Всего вам доброго. До встречи в эфире.